Всем тихой ночи! У меня наконец-то накопился материал на новые видео про загадочные фотографии с сайта SCP, на которых изображено странное и неизведанное. Потому в этом видео мы увидим несколько фото со сложной, мистической и загадочной историей. К сожалению, подобных картинок на сайте становится все меньше, ведь администрация сейчас активно избавляется от тех фотографий, с авторами которых не удается связаться и получить прямое разрешение на использование в рамках проекта. А это значит, что на сайте фонда будут появляться или фото авторские права, на которые давно истекли, то есть очень старые, или сделанные специально для статей про объекты SCP. Как говорится, ушла эпоха. Недавно была убрана старая картинка из статьи про неуязвимую рептилию, та самая, на основе которой было нарисовано огромное число артов. Создано множество дизайнов этого существа, про происхождение которой я рассказывал в одном из старых видео. Теперь она заменена на изображение какого-то мёртвого кита. Вот её оригинал, и на ней изображён горбатый кит, которого выбросило на берег на Аляске. Как по мне, далеко не самый удачный выбор. Лучше бы они устроили конкурсы артов, как было в случае с SCP-106 стариком. Так или иначе, на сайте SCP ещё остались фотографии, о которых действительно есть что рассказать. Кстати, о SCP-106 старике. Сейчас основная теория его происхождения заключается в том, что им стал учёный фонда Скрентон, который попал в SCP-3001 красную реальность. Но также есть рассказ о том, что старик получился из бойца времён Первой мировой, Капрала Лоуренса, который столкнулся с дырой в реальности, которая его и изменила, с тем самым карманным измерением. Эти истории можно соединить в одну целую, например, предположив, что распавшийся в красной реальности Скрентон материализовался в теле Капрала Лоуренса в прошлом. Или даже считать, что есть два разных SCP-106 старика. Обе теории одинаково популярны, а жёсткого канона, как известно, нет. Так что, как вам больше нравится? Главное, что я хочу рассказать в этом ролике, это что насчёт версии с Лоуренсом появилось кое-что интересное. В сообществе SCP почему-то закрепилась идея, что вот эта конкретная фотография – это и есть изображение того самого Капрала, который стал стариком. Точно неизвестно, кто этот обезумевший от ужасов войны человек, но народ на Реддите решил всё же найти, кто он такой. Появилась теория, что это некий Роберт Линсдей, канадский солдат, призванный Британской империей сражаться в своих рядах. И дело в том, что сохранились его дневники, в которых есть интересные строки, например, такие «Я упал прямо на своё лицо и думал, что мне конец. Я мог слышать и мыслить, но пошевелить рукой или ногой не получалось. Я слышал, как другие кричали «Тащи носилки, двоих ранило». Я чувствовал, как будто тону в большой чёрной яме, проваливаясь всё ниже и ниже. Затем я собрал все свои силы для последней попытки и сказал себе «Нет, я ещё не ухожу». И история – это очень похоже на рассказ про SCP-106 старика под названием «Молодой». Персонаж 106-го получил весьма сильную связь с реальностью. Ладно, наверное, стоит перейти непосредственно к фотографиям объектов, ну и к чему-то менее мрачному, например, к SCP-165, плотоядным пескам тули, которые наполнены паразитическими клещами и которые способны сажать целую лошадь, если та попадёт в эти пески, не говоря уже о человеке. Само по себе изображённое существо – это жёлтый клещ, и он интересен тем, что крайне мал. Самые большие из них вырастают до размера четверти миллиметра, и весь хоррор объекта основывается на том, что такие вот мелкие существа, которых и увидеть-то сложно, собираются в огромные стаи, похожие на песчаные дюды, и нападают на людей. Объект явно недооценён, ведь о таком и подумать-то страшно вообще. Сам файл объекта повествует о целом городе, поражённом этими существами, который, очевидно, заброшен. Ведь все те, кто не хочет быть сожранным горой микроскопических насекомых, обходят его стороной. В реальности это город-призрак, находящийся посреди пустыни, причём внезапно в Африке, в стране Намибии. Это очень живописное место. Огромный и очень богатый на вид город стоит полностью заброшенным. Наверняка, проходя мимо этого места, многие задумывались, что же такое случилось, что люди покинули эти шикарные дома. К сожалению, в реальности всё не так захватывающе, как в SCP-объекте. Дело в том, что когда-то на этом месте была голая пустыня, но в один прекрасный день среди песков начали обнаруживаться алмазы. Алмазов было так много, что посреди африканской пустыни вырос шикарный богатый город, где счастливые рабочие, копавшие драгоценные камни, жили буквально во дворцах. Но алмазы кончились. И красивый богатый город практически моментально опустел. Ведь ничего, кроме песка, в этих местах и не осталось. Маловато мистики. Нужно больше загадочности. SCP-2750. Оборотни Наваха. Это аномальные гуманоиды, которые обитают на юго-западе США и являются собственно оборотнями. Оборотнями, превращающимися во множество различных животных. Для поддержания секретности существования этих монстров, фонд SCP свёл всю информацию о них до уровня городских легенд и мифов. А в результате борьбы организаций, предшествовавших появлению фонда SCP, ещё во времена Дикого Запада, популяция SCP-2750 была практически уничтожена. А те из SCP-2750, которые выжили, частично забыли и утратили свои способности. В самой статье присутствует довольно интересное изображение. Мне удалось найти их источник. Это книга Эдварда Кюртиса, аж 1906 года, написанная в США. Книга называется «Индейцы Северной Америки». В предисловии этой книги, написанном, кстати, тогдашним президентом США, есть довольно печальные строки, что, мол, они последнее поколение, которое может видеть жизнь народа Наваха вживую, что весьма интересно сочетается с содержанием статьи SCP. Вообще, наверное, удивительное было тогда время в Америке, когда с одной стороны уже выросли первые небоскребы Нью-Йорка, а с другой не так далеко от них жили люди, имевшие из благ цивилизации только копьи и луки, и проводившие свои дни в охоте, устраивавшие странные ритуалы и общающиеся с духами. Конкретно та картинка, которую использовали в статье SCP-2750, в этой книге находится на 99-й странице, в главе под названием «Исполнители чуда». Судя по всему, на картинках изображены два сына-близнеца местной главной богини, ну, вернее, люди в их костюмах, держу в курсе. Имя этого персонажа, первого брата, переводится на английский как «Slayer of Alien Gods», что в свою очередь на русский переводится как «Уничтожитель пришлых богов». Второго зовут «Рождённый из воды». По сюжету местной мифологии у белоснежной богини, от того, что она полежала на солнце, непорочным образом родилось два сына. Да, их отцом в мифологии индейцев называется именно само солнце, вернее сам. Два брата выросли и начали заниматься тем, что истребляли различных монстров, используя сверхъестественные силы, ибо они были теми самыми исполнителями чуда. В основном они воевали с людьми-духами, которые приходили с неба и чинили всё зло на земле. Люди-духи с неба населили землю всякими уродцами, которые убивали людей обычных, каменными гигантами, птицами-людоедами и, прошу прощения за тавтологию, в край зверевшими зверьми. Основной миф про этих персонажей повествует об их путешествии к дому своего отца, то есть солнца, по пути к которому они встречают множество различных существ, как вполне добрых, так и довольно агрессивных и опасных. В конце пути они добираются до места, где живёт солнце, но обнаруживают, что там он живёт не один, а с некой женой. Жена выразила некоторое недовольство тем, что её муж делает детей на стороне, потому солнце изгнал своих сыновей на землю, в мир смертных. Однако потом помирился с ними и даже выдал какое-то супероружие, при помощи которого два брата продолжили бить небесных людей-духов. Вот что мы узнаём из книги, в которой впервые появились эти изображения. Жаль, что авторы 2750 не использовали настолько крутой, сочный и глубокий материал, а решили пойти по довольно-таки скучному пути, написав банальную историю про индейцев-оборотней. Для желающих приобщиться, ссылку на книгу оставлю в описании. Кто не знает английского, картинки там тоже интересные. Ну и напоследок ещё немного картинок. Тут дружественная группа, посвящённая организации SCP-TVP. Подкинула интересный материал. Ссылку на саму группу в описании, конечно же, тоже оставлю. SCP-1005. Это объёмный нарисованный человек, при этом живой и способный к общению, создающий ограниченную иллюзию разумности. Неизвестно, каким образом он был создан. Фонд SCP получил его при штурме одного из аукционов МКИД, где он продавался в качестве лота. Существует ли такое в реальности? В данном случае всё чуть проще, чем в объекте SCP. Ведь это работы художницы Алексы Миди, которые раскрашивают людей так, что они могут вполне сойти за часть какой-то картины. Картинка со страницы SCP-1005. Это один из таких людей, загримированный вот таким вот образом. Что его можно принять за часть картины, перед которой он сидит? У неё довольно много подобных работ. Есть и крутые стилизации под комикс, в котором персонажей изменяют живые люди. Есть вот целый нарисованный интерьер, в котором снят небольшой музыкальный клип. Так что можно сказать, что Алексы Миди создаёт экземпляры SCP-1005 из обычных людей, что было бы неплохим дополнением к статье SCP-1005. Это была пятая часть фото монстров SCP. И, надеюсь, не последняя. Хоть SCP в принципе не занимается сбором картинок с какой-то интересной историей, таковые на сайте иногда появляются. Так что, может, наберётся ещё и на одно видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok